Слава Господу за то, что наша жизнь на земле продолжается, и Господь сохранил в нашем сердце желание и стремление идти перед Его лицо, чтобы слушать Слово Господне. Потому что через это Слово мы познаем сами себя, кто мы есть. Через это Слово мы можем правильно квалифицировать действия, которые совершаются вокруг нас. И это Слово Господне позволяет нам правильно смотреть на наше прошлое, правильно оценивать настоящее и видеть то, что нас ожидает в будущем. За что слава Господу и благодарение. Такого Слова, такого учения нигде больше нет. Еще есть, это из области фантазии. И эти фантазии не всегда оказываются реальностью жизни. Но вот то, что говорит о будущем Слово Господне, оно само отвечает, каково оно есть на сегодняшний день, что небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут. И поэтому мы всякий раз, когда приходим при лицо Господне, мы читаем Слово Божие, мы измеряем свою жизнь Словом Божиим и готовимся, чтобы быть такими гражданами будущего или сынами небесного царства, с которыми Господь может иметь дело. И самая основная цель, чтобы нам научиться здесь на земле жить по законам Божиим. Знать их и любить их. Наверное, не всегда на земле нам удастся жить по этим законам. Но когда мы вступим в Святую Вечность, то мы там будем способны так жить, за что благодарение Богу. И часто проповедники, они сравнивают нашу жизнь на земле с жизнью младенцев, которые зачаты в отчаянии матери. Они живут там 9 месяцев, и там они формируются, чтобы жить на земле. И вы знаете, как родители переживают, когда дети рождаются неполноценными. Или с дефектами разума, или с дефектами плоти. И тогда, если они и рождаются таковыми, то им очень трудно жить, потому что они неполноценные. И вы знаете, что они имеют все дети, но они в процессе жизни не развиваются. Если у них нет ручек, то они и развиваться не будут, правда? Родились слепыми, они и развиваться не могут, потому что они слепые. Так и мы здесь на земле проработаем те задатки, качества, желания, с которыми можно будет жить в вечности. И если чего-то из того, из тех качеств, которые нужны для вечности, у нас не будет, то мы туда и не попадем. Потому что написано, ничто нечистое туда не войдет. А если мы будем склонны любить, это нам приятно, то вы знаете, когда мы пройдем в вечность, то в этом нашем чувстве, в желании, в этом задатке, мы сможем тогда уместить все то небесное, что Господь для нас предназначил. А если не будет что умягчать, значит, останемся. И это так. Вы помните, что где-то написаны такие слова, они для нас очень важные, когда речь идет об Иоанне Крестителе. Вы помните, что Господь говорил? «Изрожденных женами на земле не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном что? Больше Его. Больше Его. Потому что там открывается вся полнота. Но для этого надо попасть в Царство Небесное. И тогда то, что мы сегодня знаем, будучи спащенными людьми, наследниками вечного Царства, но мы сегодня находимся в плоти. Мы находимся на земле. И как бы мы сегодня не достигали какого-то высшего уровня духовного роста, для земли присущего, но мы всего того, что увидим в вечности, и что придется уместить, никак здесь не уместим». Почему? Потому что так написано. «Не видел глаз, ухо не слышало, и на сердце то не проходило, что Бог приготовил любящим Его. А там, когда мы перейдем, вот такие же, как мы есть, но будет другая сфера, там уже мы увидим все то, что сегодня просто не можем даже представлять, что на разум нам не приходит. А вы же хорошо понимаете, что не приходит на разум, то и представить нельзя. Ну как представить то, что на разум не приходит? Но если у нас будут эти задатки, если мы будем сформируем в себе этот характер Христов, то когда пройдем в небо, откроется вся полнота, будем подобны Ему, и тогда сможем осмыслить, о чем же Господь говорил нам на земле. Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не проходило. А тогда придет. Хотя, впрочем, я еще раз повторю то, что не один раз говорил, Библия говорит, а нам Бог открыл это Духом Спятым, живущим у нас. Но если даже частично мы смогли заглянуть в тот будущий мир, то все равно передать невозможных человеку. Это будет просто пародия на то, что есть на самом деле. Это будет далеко недостаточно и невозможно. Я сегодня просто повторю, ну, как раз уже мы об этом говорим сегодня. Когда я когда-то, помню, слышал, как Дух Святой молился во мне, тот Дух, которым Бог меня крестил. И я хорошо понимал, что у человеческой речи отсутствуют такие звуки. Вообще, ни в каком языке человеческом нет таких звуков. Но я их слышал. И сегодня можно сказать, ну, как ты слышал их нет? Ну, вот так вот. Вот этого не перескажешь. Или, помню, собирал цветы небесные. Ничего похожего, даже близкого на земле нет. Мы сказали, ну, как это? Ну, нет. Ну, как ты видел того, что нет? Ну, нет, увидел. Ну, не могу представить, что я пересказать. Не могу пересказать, что я видел. Очень красивые, одно в другое переходит формы. А как рассказать? Нет ничего похожего. Хотя сегодня цветов у нас много на земле, правда? Каких только цветов нет. И сколько живешь, то все видишь нечто новое. Ну, там ничто не похожее. Вот почему Библия говорит об этих духовных переживаниях, что этого никто не знает, кроме того, кто получает. Вот почему сегодня трудно рассказать людям, неверующим, что вам дал Бог. Потому что то, что можно пересказать языком, и они знают. А то, что не перескажешь, ну, как можно передать то, что пересказать невозможно? Невозможно. И поэтому мы должны понимать, что Господь нас ведет этим путем. Он формирует наше сердце для святой вечности. Но вообще полноте откроется та радость и благословение только там, на небе. А пока мы знаем отчасти, отчасти переживаем, отчасти пророчествуем, написано. Все это отчасти. Потому что мы еще не знаем совершенного. Хотя к этому совершенному к Духу ищему, к Господу, прикасаемся, но находя человеческие плучи, просто не можем охватить всю ту бездну, которая лежит перед нами, что касается Бога. Помните, я когда-то рассказывал, что пришло на счет такое «Господи, кто ты?» это был не просто вопрос, который встал и тут же ушел. Я хожу на работе, «Господи, кто ты?» Прихожу домой, «Господи, кто ты?» Да и говорю Господи, «Господи, я своего начальника знаю, мастера знаю, а вот я тебе служу, а кто ты есть?» И помню, сел на диване и рассуждаю. Вспоминаю тексты Писания, но я уже знал немножко Библию. Начинает что-то оформляться, такое красивое очень, самые необыкновенные цвета. Они соединяются, переход очень плавно, очень красиво. Ну, знаете, нечто вот такое похожее. Потом раз конус такой вниз, и обрывается все. Я второй раз, опять вот дайду до точки определенной, хоп, потом третий раз, и наконец голос в небо. Знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. Потому что кто есть Бог, мы о Нем читаем, то, что написано нашим языком, а в самом деле понять, кто Он такой. Никто не понял, и никто не поймет, потому что написано Его никто не видел никогда и видеть не может. А Христос сказал, Я Его явил вам. Поэтому сегодня трудно вообразить, кто такой Бог, ну, Его представляем чисто по-человечески, а в самом деле, кто Он такой, не видел, и никто видеть не может. Поэтому мы благодарим Господа за то, несмотря на то, что Он такой большой, наполняет эту огромную вселенную, но Он дал нам право называться Его детьми. За что благодарение Богу? и не просто дал право, Он купил нас и не просто купил так, как мы покупаем, жизнь свою отдал, кровь пролил. И мы это принимаем, понимаем, насколько нам возможно и насколько у нас есть глубина чувств наших. мы благодарим Бога, что будучи таким вот непознаваемым по сути дела, если бы Он не захотел, то никто бы из нас Его не нашел, никто бы не долетел туда, к месту Его престола, никто бы мог охватить, Он говорит, наполнять собой на временную всю эту огромную вселенную, но так как Он возлюбил человечество, открылся нам, то мы еще не благодарим Его за то, что мы знаем, что Он есть, что Он любит нас и что наша судьба в Его руке, слава Ему и благодарение. Поэтому я продолжаю несколько буду, может быть, даже кончить эту тему. Видите, получился такой стих очень короткий с одной стороны, но с другой стороны настолько уместительный, очень можно много говорить и то, что я скажу, это далеко не полнота представленная, что можно было кому-то еще вычерпать оттуда. И для нас это очень важно. Я уже, наверное, третий раз повторяю, ну, чтобы напомнить, что Павел сказал, что основание другого положить никто не может, кроме Мною положенного, потому что это основание Иисус Христос, а уже каждый как строит, уже смотрите сами, потому что не в всякое строение будет угодно Богу, хотя будет строиться на основании, которое есть Иисус Христос. Ну, оказывается, можно строить из дерева и щена и соломы на основании, которое есть камень Иисус Христос. И можно строить золото, черебра и драгоценных камней. И это очень важно. Согласитесь, что было время, когда мы и вы об этом не думали. Ну, думали так, раз основания верно положены, хватит. И все нормально. Строй себе. И упускали, что можно строить не из тех материалов, которые Бог хотел бы. Да и чего они такое есть? А что, если во имя Господа там все можно? Это ж во имя Господа. Оказывается, во имя Господа, то во имя Господа. Но есть дерево и щену соломы. И тоже во имя Господа. Но нож сгорит. Но никому не надо. А вот во имя Господа, если из золота, серебра и драгоценных камней, тогда это будет приемлемо. Хотя есть некоторые утешения, я их повторяю, впрочем, сам спасется. Но если не разбираться, что есть дерево, и щену, и солома, и драгоценные камни, я понимаю, что это будет с теми людьми, которые искренне хотели разобраться, но не разобрались и строили. А если сознательно строить из дерева, и щену, на соломы, тогда можешь спастись? Нет? А как? Ведь ты знал, что это дерево, щену и солома и все равно строил. А тут оказывается, что люди строили и думали, что все нормально. В их понятии это было что-то не горючее. И только когда день пришел, они увидели, что это дерево, щену и солома. И потому Господь говорит, сам спасется, потому что он положил свое спасение во Христе. А если сегодня понимающие строить из дерева, щену и соломы, тогда как можно спастись? Как тогда можно спастись, если сознательно, если слово Господне говорит, что это так, а я на что строить так, как мне хочется? Поэтому я напомню один из важных моментов, который я в прошлый раз говорил, потом несколько, и после будем говорить уже о золоте, серебря, драгоценных камнях. Да я напомню, одно щену и солома, которое огонь сожжет, это то направление, которое иногда, сказать часто, наверное, будет неправильно, но встречать, когда люди, будучи христианами, часто пользуются оккультными методами, то, что не присуще Библии. Я напомню этот текст в Писании, Исаия, 47 глава, 12-15 стихи. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей, может быть, пособишься, может быть, устоишь, ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступит наблюдатель небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и скажут тебе, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». И вот дальше. «Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы согреться, не огня, чтобы посидеть перед ними. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вирал торговлю от юности твоей. Каждый побрал свою сторону, никто не спасает себя». Пожалуйста, вот целый перечень. Почему здесь написано «к Вавилону»? Это языческое государство. Но я напомню, еще один текст Писания, в котором Библия говорит о его народе, о израильском. «Но ты отрынул народ твой». Потому что они переняли многое от сынов Востока. И дальше стоит двоеточие. И чародей у них, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и так далее, и так далее, и так далее. И дьявол очень часто вот такими своими действиями пытается выдать их за действия Божьи. Я однажды помню одно такое откровение интересное. Когда я видел, что я нахожусь в служении и наблюдаю, как кто-то ведет служение. Это было служение исцеления. Это просто Бог показал, как дьявол пытается проникнуть в христианство. И вот он советует всем, а я стою сбоку в этом видении и наблюдаю. Он теперь давайте повторяйте за мной все. Повторяйте. Я здоров, я здоров, я здоров, я здоров. Я прислушиваю, слушай, это же оккультизм, это же самовнушение. И есть ничего общего, нет с верой. Я подхожу ближе. То же самое. Говорите, что я здоров, я здоров, это же оккультизм. Это тот, который вел это состояние как глялыми, такими глазами, полными ненависти. Да, да, это оккультизм. Это неположительное исповедание. Это оккультизм самый настоящий. Вы понимаете, о чем я веду речь? Если сегодня, и я имею обетование Божие, если Господь мне сказал, что молишь, или уже не молишь больше, придет время, когда я тебе исцелю, то я могу сказать, что веруя я уже здоров, что в будущее время я получу исцеление, но сегодня у меня болит голова, и сегодня у меня болит голова сильно, а я говорю, я здоров, я здоров, кого я обманываю? Себе, когда она мне трошит голова, или Бог, или Бог говорит, что я здоров, то если ты здоров, то что ты кричишь мне, что я здоров, ну то будь здоров, вы меня хорошо понимаете, то что ты стал передо мною, я здоров, я здоров, я здоров, я здоров, но если ты здоров, то будь здоров, но если ты себя сам обманываешь, когда тебе болит, кричишь, я здоров, то разве ты от этого будешь здоровым? Никогда, вот как тонко иногда. Вот эти тьма прорекать в ученье даже. Я рассказывал в свое время, когда приходил там в офис, и зашел один инвалид пришел, брат-инвалид. На костылях. До этого четвертого этажа он еле добрался. И когда он сел, его все лицо было покрыто потом холодным. Потом я спрашиваю, ну что, говорю, тяжеловато? Ты что, тяжеловато? Мне очень хорошо. Ты что, меня толкаешь на исповедание отрицательное? Только, божди, если тебе так хорошо, ну то пусть себе еще лучше будет. Ну я не понимаю такого хорошего. Мне такого хорошего не надо. Мне такого хорошего не надо. Кого мне обманывать? Себя или Бог? Да зачем? Бог говорит, что мне хорошо. Он скажет, так я сам знаю, тебе хорошо или тебе плохо. И я ж тебе не убеждаю. Мой же голос не звучит для себя. Тебе плохо, тебе плохо. А ты кричишь, да не, мне хорошо. Я ж не спорю с тобой. Ну, себя обманывают зачем? И вот из таких вот тонких вопросов их очень много врывается в нашу жизнь. И вот мы, смешное Писание, оно так и говорит, предупреждает, что все-то напрасно. Я помню, когда-то я сам присутствовал, когда некто из иностранцев в Москве проводил богослужение. И тоже вызывали молиться. И тоже молились. И тоже призывали верчей, говорили, я здоров, я здоров, я здоров. И одна сестра была у нас. Она выскакивает после. Слава Богу, я получил исцеление. Вот так вот рука болела. Потом проходит через три дня. Ох, ох, и что билось было. А где ж моя... Слава Богу, слава Богу, я получил исцеление. Где ж оно? Ну, если исцеление, то исцеление. А могут быть случаи, когда дьявол подходит, пытается похитить все это. Это одна сторона. Но когда ты не получил ничего, и в веру, и пошел, и сказал, а после через три дня опять кряхся, что плохо. Тут уже лучше или не выходи, или после не кряхти. Вы поняли меня, о чем я говорю? Зачем это надо? Зачем это надо? Поэтому я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Я знаю, что до сегодняшнего дня многие были в мире. Ходили гадать где-то. Ну, и ясно, что дьявол, он имеет свои планы, чтобы погубить человека. И когда он открывает, что будет, с одной стороны, дьявол кое-что знает, а с другой стороны, у него есть планы. И если он сказал, что вот это будет, то он всеми силами пытается, чтобы так было. Но когда мы обращаемся к Богу, несмотря на то, что он часто имеет влияние на нас, но уже судьба наша не в его руках. И потому что тогда не надо верить, что было предсказано, что я умру в таком-то году. Вы знаете, с таким страхом ожидают, а потом проходит время, да и не умер, потому что ты уже христианин. Но с другой стороны, какие мучения переживают люди, ожидая, что придет то, что нагадали? Не случилось почему? По той простой причине, что уже ты сегодня не принадлежишь дьяволу, его планы Бог разрушает, а то, что поверила, что будет со страхом ожидала, то провела время в мучении. И в страхе, что это будет, вот как часто, вот это влияние прошлого, оно оказывает влияние и на сегодняшнюю жизнь. Говорят, пусть теперь выступят, они будут как солома. Это сгорит все то, что дьявол напророчествовал. Хочешь остаться без Божьей помощи, он придет исполнение, то, что он планировал. И это будет не бесширие Божие, это будет вера самого человека, что-то будет так с ним, он смущенен находится. И второе, может быть, беззащитный, потому что во грехе живет. Стоит поверить дьяволу, ты становишься на его сторону, тогда уже не веришь Богу. Потому что, как правило, если Бог говорит одно, то дьявол говорит другое. Он не будет говорить то же самое, что Бог говорил. Отвергаешь то, что Бог сказал, под сомнение, значит, становишься под эту крышу чуждую. Поэтому сегодня для нас, несмотря на то, что мы верующие люди, это вопрос не праздный. Это вопрос, на который надо обращать внимание. И потом вот, вот это все будет как солома. Ну, а если сегодня, допустим, учесть, что довольно-таки немало верующих, которые обращают тьмане на всякие суеверия, верят этому, ну, то еще более открыто щели или двери для того, чтобы дьявол действовал. Но Библия говорит о том, что вот такими методами Царство Божие строить нельзя. А дьявол-то хочет делать. Я вам, наверное, говорил, когда жил на Бараново, там сосед, экстрасенс. Сколько он раз предлагал мне, зовите меня в церковь, будем исцелять людей, какая слава Богу будет. Хотя прекрасно понимает, особенно дьявол, что я ж не пойду на этот. И тем не менее, и один раз, и второй раз, и третий раз, вот давай будем. От имени Бога я буду исцелять. Знаешь, как много людей придет каяться? Исцеление. Так что здесь неудивительно, что когда отстраивали иерусалимские стены, то эти шужды народы, они предлагали израильтянам, давайте мы вместе с вами будем строить. Помните? Давайте мы будем с вами вместе строить. И израильтяне сказали, нет, уже стены отстраивать. И то, что нам положено строить, мы будем строить. Мы не нуждаемся в Божьей помощи. Они строили сами. Потому что они однажды выразили, войдем в средину их и разорим всех их. Поэтому сегодня вот в этом направлении очень много делается, очень много дьявол старается сделать. Но если мы читаем Слово Господне, то мы сможем разобраться, где солома, где щено, а где настоящее. Ну, наверное, повторюсь еще раз. Это я уже не раз говорю, но как раз эта тема. Я хочу, чтобы это легло в сердце глубоко. Когда беседовали с сестрой, проблема была в том, что она болеет, не мышь, и врачи не находят болезни. Это процентов 99. Это духовная болезнь. И они не могут обнаружить. И проверяют, сердце работает нормально, а она не может, не мышь. Говорили мы с ней долго, бесполезно. Что я не спрашивал, никакой зацепки нет. Потом помолчали немножко. И она мне рассказывает. Страх стал преследовать. Вы знаете, такое явление. Вы все, наверное, переживали. Были такие периоды, когда страх преследовал. То страх смерти, то еще что-нибудь такое, когда ужас на человека нападает. Ну, значит, кто-то советовал ей идти к бабкам, шептухам, а сестры с церкви, с той же самой церкви, посоветовали, сказали, ни в коем случае к бабкам идти. Это большой грех, это идти к дьяволу. Но ты пойди на кладбище, где-то там в ночное время, набери там какого-то растения, запар в ванне, выкупайся, и весь страх пройдет. Если это кладбище, если это определенное время, это уже оккультизм. И растениями попариться в ванне, чтобы страх прошел, вы знаете, что этого никогда не было и не будет. Этого никогда не было. Это еще острые говорят в церкви, которые, наверное, лет по сорок верующие. Вот что в Библии говорит. Оказывается, это есть. Если сегодня у нас этого нету, то где это есть? И люди это практикуют. Люди на этом останавливаются. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы не пренебрегли вот этим деревом, щеном и соломом. Потому что там может быть даже не солома. Вы знаете, когда дьявол власть возымет над человеком, то там уже и о спасении то говорить трудно. Почему? Потому что он будет прилагать все усилия, а у него еще есть место в жизни и есть платформа, чтобы помешать, чтобы осложнить человеку жизнь. Ну, представьте себе, сегодня вы больные. А я не говорю, что вы одержимые, просто больные. И насколько легче было бы жить, если были здоровые. Вы же все равно живете. Все равно идете к Богу, все равно молитесь. Но чисто по-человечески. Насколько было бы проще иметь здоровье полноценное. Хотя вообще-то с этой точки зрения, кто его знает? Может быть, понесло бы не туда, куда надо. А вообще-то, если вот так вот по-человечески, то проще здоровым быть. И легче что-то сделать. И столько усилий предлагать не надо. А жить-то все равно надо. Ну, конечно, хочется жить более свободно. Если молиться, то, чтобы не засынал на коленях, правда. Если читать Библию, ну, то, чтобы мысли не путались. Если сидеть в собрании, то слушать, Слово Божие, чем там где-то бродить по городам, по лесам, или еще где-то. А такое вполне может быть. И так живешь, и так живешь. Ну, когда просидел в собрании, и не помнишь, о чем говорили, ну, то какая польза, что ты был здесь. А если дьявол сумел увезти мысль куда-то, то есть платформа, есть причина. Так что увлечен не тем, чем надо. Цель не та, что надо. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Свободный он получил пищу, он получил радость. А несвободный человек, он не знал, когда наконец это собрание кончится, или молитва кончится. Вы когда будете молились долго, одни будут молиться с удовольствием, радость, а другие поглядывающие, кто б скорее кончил, скорее бы встать до счастья. Бывало такое? Ну, все равно стоят на коленях. Ну, что, действительно уходить, когда вообще молятся. Ну, а польза от этого какая? Для чьих польза? Кто-то с удовольствием делает. Кто пробивается, что за эти щены какие-то, неверие, или щены неспособности молиться? А если просто так, вот это какая польза? Один побыл в собрании, другой побыл. Один помолился, другой помолился. А польза-то разная. Один молился, он Богом, а другой помолился. Он и помолился, и планов настроил, и наразрушал, и по новой настроил. Всего хватило, и помолиться успел. Тогда какая польза? Поэтому вот этот вопрос, это очень серьезный вопрос. И если в Библии это отмечено, значит, оно может иметь часть в жизни, и место в жизни. И поэтому Библия говорит о том, что все это, в конце концов, оно сыграет нехорошую службу, и оно сгорит впоследствии. Книга про Канаума, читаю, первая глава, 9-й стихи. Еще одна такая ищина, которая названа Соломой, которая сгорит. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо всплечившие между собой как черновник, и упившиеся как пьяницы, они пожены будут совершенно как сухая Солома. Из себя произошел умышливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Вот кто еще будет как Солома? Сплетшиеся как черновник, и упившиеся как пьяницы. Почему они будут сожжены? Во-первых, они выступают против Господа. С нетрезвым разумом и с грехами. Что такое черновник? Это очень колючее растение. Вы помните, Господь однажды говорил, лучший из них как черн колючий и справедливый хуже колючей изгороди. Это вот такие люди с колючками. Но колючки за колючки цепляются, правда? Вы посмотрите на группировки, которые сегодня у нас могут быть. Это группировки по интересам. Это группировки по единомыслию какому-то. Это группировки по враждебности какой-то кому-то. И они все вместе сплетены, сцеплены чем? Вы помните одно из бессмершенописаний? И сделались Пилат и Ирод друзьями в тот день. Они Христа буквально отсылали один к другому. Никто не мог решить его проблемы. Раньше были во вражде. А на почве отрицательного отношения к Христу они сделались друзьями между собой. Поэтому когда мы с кем-то завязаны, когда имеем какое-то единомышление, то имеем единомышление хорошо. Но оно будет только тогда хорошо, когда оно согласно священному писанию. Когда оно согласно поведению христианского. А так все эти блоки в конце концов. Я думаю в этом не будете сомневаться. Дело Господне не разрушит никто и никогда. Это невозможно. Потому что Христос так сказал. что ты Петр камень, на этом камне я создам церковь мою и что? И врата ада не одолеют ее. Но если это не то, что надо делать, если не против воли Божьей, что будет в конце концов? В конце концов это будет гореть все. Это будет гореть. Сплет шеяся, как терновник, упившися, как пьяница. Терновник это враждебность. А уже пьяница. Это нетрезвый разум. Это заблуждение различного рода. И тоже единство может быть, которого надо избегать. Вы помните притча Соломона? Некде написано так. Когда будут склонять себя грешники, то что? Не соглашайся. Когда они будут говорить, пойдем с нами, сделаем засаду, убьем невинного, наберем добра много, склад будет, не иди с ними. Ну как? А за единство? Такого единства не надо. Бандитского единства не надо. Пьяного единства не надо. Есть это единство? Это единство любви. Это единство на словании Слова Божия. Это единство для созидания, а не для разрушения. Я еще раз прочитаю. Ибо сплетающие между собой, как черновник, и упившиеся, как пьяницы, они кожны будут совершенно, как сухая солома. Вот еще один текст. Из соломы строить нельзя. Я думаю, в любое время, в любой обстановке, если мы верующие люди и что-то делаем, никто никогда не думает, что он делает, чтобы разрушилось дело Божие. Вот будет 20 группировок, 20 различных мнений, и все они думают, что делают для созидания дела Божия. Вы согласны с этим? И никто не думает, что это для разорения. Все думают, что то, что я делаю, и то, что я понимаю, так должно быть, чтобы дело Господне созидалось. Так люди думают, правда? И даже те, которые заблуждаются, они говорят, так, как вы строите дело Божие, нельзя. Вы неправильно понимаете. Вот мы правильно. Все созидают дело Божие. Все Христу служат. Как кто-то не один раз говорил, да я за Христа горло перегрызу любому. Но вы знаете, что Бог волков не готовит. За Христа не надо горло перегрызать. Но я понимаю, что люди готовы на это. И это правда искренне, как когда-то Гончарик говорил, брат, помните его? Искренно заблуждаются. Можно искренне заблуждаться, оказывается. Говорят, искренне заблуждаются. Поэтому я, когда сегодня читаю эти тексты Писания, я просто не хочу, чтобы где-то, когда-то, с кем-то вот произошло то, о чем здесь отмечено. Потому что, в конце концов, однажды наступит день, он иногда приходит очень неожиданно, когда все постройки, которые были построены не так, как надо, они будут гореть. И тогда многие поймут, что занимались не чем, чем надо. Занимались не тем, чем надо. И жили не так, как надо. Книга Малахия 4.1. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, и поступающие нечестиво». Вы помните, что дальше написано? Будут, как солома, и попалит их грядущий день, так что не останется ни корня, ни ветвей. Здесь более страшно, даже корня не останется. Когда Господь здесь напоминает о том, что спасение получит, то что корень все-таки остается. Но, тем не менее, вы знаете, будут такие турки, корня не останется. Я позволю себе, еще раз напомнить, притчу о пяти мудрых и пяти неразумных. Скажите, вот те пять немудрых, которые остались вне дверей, и их корень остался? Нет. Им был прямой отказ. Я вас не знаю, когда они стучали. Господи, Господи, отвори нам. Говорит, не знаю вас, откуда вы. Я другой текст писания уже беру. Так мы ж ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты нас. Не знаю вас, отойдите от меня все делающие беззаконие. Наверное, это было потому, что не приняли во внимание вот этот текст писания, который Павел впоследствии сказал. Смотри, каждый кто как строит. И это было настолько опасно, потому что незаметно было. Я в прошлый раз напоминал это. Они не различались один от другого, эти пять мудрых и пять неразумных. Вместе шли, потом вместе уснули, а потом вместе услышали голос глашатая, вот жених идет навстречу жениху. Потом вместе проснулись, вместе взяли светильники, вместе поправили и вместе вышли на все и пошли. А потом раз, у пяти светильники продолжают гореть, у пяти дев, а у пяти начинают гаснуть. А сколько было одинаково. И устали, и спали, и так далее. И светильники поправляли. Чем поправлять надо было? Вот не написано, что в одних горели постоянно, а в других поправлять надо было. Одинаковые были. А потом раз пришел день, гаснут, дайте машу масло. Не можем, говорит, потому что ни у нас, ни у вас не будет. Идите покупайте, пошли, опоздали. Приходит этот тварь, говорит, все, двери закрыты. Мои со мной уже, а кто бы, не знаю. Вот было ж такое в жизни. И самое такое ужасное, наполовину. Пять мудрых и пять неразумных. Это не значит, что Бог запланировал, чтобы кто-то был в неразумных. У него таких планов нет у кого-то погубить. Он просто видел на перо, что будет вот так вот ходить в собрание, ни рыбы, ни мяса. Будут довольны тем, что пришли, отсидели и пошли, и все, и больше ничего не говорят. А что больше надо еще? Послушали, попели, никто не гонял, никто ничего плохого не сделал. А что больше надо? Что больше надо? А то, что уже забыл, когда молился серьезно, когда дух вообще исполнялся, это на второй стороне, потому что, ну, знаете, бывает же такое. Я не раз напоминаю, потому что в Библии написано так, ты говоришь, что я, что, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Была же такая сторона, что-то в самом деле было. Ну, не мог нищий, ищидя с протянутой рукой, сказать, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Он никогда так не скажет. Ну, тут человек, который имел определенный успех, и где тут действительно не имел никакой нужды. И по его оценке своей жизни, по его состоянию, собственными глазами нарисованному, ничего больше не надо. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А когда Бог поглядит, то сказал, а ты не знаешь, что ты не счастен. Жалок, ниш, шлеп инак. Ничего из того, что он говорил, не подтвердил. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ты, не счастен. Жалок, ниш, шлеп инак. Ну, что совет у тебя, время еще есть. Прогляди жизнь, и исправь. Купи. Купи, оденься, помашь, и так далее. Вы помните этот текст Писания? Поэтому просто я, для чего сегодня на этом останавливаюсь, для чего читаю, чтобы нам сегодня посмотреть, на себя прежде всего, глазами священного Писания. Потому что никак и иначе мы не сможем правильно определиться со своим состоянием. Нам это никто не подскажет. Потому что у человека свои ценности. у него свои взгляды. У него свои мерки. И не отличается от Божьего. Говорит, что высоко у людей, то что перед Богом. Не просто ничто, а мерзость. Еще было сказано, ничего не стоит. Оно не такое ценное, как вы думаете. Говорит, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И на этом стоит остановиться и подумать, почему Господь так сказал. Поэтому прежде всего в книге Малахии отмечено такое общее слово, поступающее нечестиво. То есть, грешники. Мы немножко грех называли именами, когда рассуждали. Но я просто подбил итог книгой Малахии. Она вообще венчат, эта книга, ветхий завет, как мы называем. И здесь написано очень четко, конкретно и правильно. Вот придет день, пылающий, как печь. Пылающий, как печь. Тогда все надмены, гордые, и поступающие нечестиво, будут, как солома. И попальше в грядущий день, так что не останется ни корня, ни ветвей, говорит Господь Саваоф. Я думаю, что в некоторый мир будет достаточно говорить о дереве щене и соломе. Если вы захотите знать глубже, вы просто можете более тщательно исследовать Писание. Или, вот даже то, что я говорил, можете более глубоко расшифровать для себя. Для чего? Чтобы не строить из дерева щеной и соломы. Потому что это все-то все горит. Это никому не надо будет. и если только сгорит. Вы знаете, что? Но все дело в том, мы живем не в лесу и не одни. Мы же и других будем учить из дерева щеной и соломы строить. Вы меня поняли? Хорошо. Вот смотрят на нас и копируют поведение наше. Правда? Может быть, не всегда мотивы люди могут понять, почему мы так поступаем. Но, тем не менее, обращают внимание на все. Обращают внимание на все. Поэтому очень хочется первое, чтобы все-таки мы были под контролем Божиим. Почему? Потому что мы друг друга не сможем проконтролировать. Мы можем соблазняться друг на друге. Потому что мы люди. Вы, наверное, отметили вот такую истину Божию, что нигде вы не найдете в Библии ни одного человека, на который бы не соблазнились. Вы поняли, что я говорю? Ни одного. Если был один человек на земле единства, который ни разу не согрешил, это был Иисус Христос. Но в отношении соблазна и на нем соблазнялись. Вы согласны с тем, что я сказал? Про мой текст узнали сестер, братьев и сказали, как? Это он? Может быть, Мессия? Мы знаем его родственников. И что? И соблазнялись о нем. Хотя в нем не было соблазна. Вот это болезнь соблазна. Она настолько универсальна, что даже можно на чистом христианском поведении соблазниться. почему я и сказал, мы друг друга оценить не можем. Мы не все видим, что происходит в человеке, мы не знаем его мотивов. Мы не знаем, как, что получается. Поэтому просто с одной стороны никто из нас не имеет права соблазн кому-то подать, но никто не имеет права и соблазняться. Потому что мы иногда соблазняемся и сами не знаем, на чем соблазняемся. Вы поняли, что я сказал? Скажите, вот те люди, которые на Иисусе Христе соблазнились, виноват был Христос, что они соблазнились или нет? Нет. 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 Он не виноват был. Он не дал никакого подать, но они нашли. Потому что они мерили своим собственным разумом. Они мерили собственной меркой. У них были свои взгляды на все. И соблазнялись о нем. А еще, наверное, больше соблазнились. Вы помните, есть один из текстов Писания, когда однажды, он говорит о том, что однажды Христос пришел в одно место и по неверию их не мог ничего делать. И только некоторых исцелил. Помнишь это место Писания? И, наверное, кто-то соблазнился тоже. А смотри, как пришел, где настоящие проблемы, так и не может ничего делать. А там, где было просто и легко, он успех имел. А вот сюда пришел, не получается ничего? А вы знаете, что Библия говорит? Что по их же неверию он и не мог делать. И сегодня Бог по нашему неверию много что не делает, чтобы он хотел сделать и мог бы сделать. Поэтому это очень неблагодарная работа. Оценку давать кому-то, кому-то не было. Почему Господь подопрождал? Не судите и что будет тогда? Не будете судимы. Почему не будете судимы? Если я кого-то судил и неправильно, то за то, что судил неправильно, буду судимы? Конечно. Во-первых, за то, что судил, Господь сказал, не суди. А второе, за то, что неправильно судил. И одно наслаивается на другое. А причина в том самом соблазне увидел что-то и тут же выношу определение. Не знаю корня самой проблемы. Поэтому Господь сказал, не судить никак преждевремени, доколе не придет Христос, и не осветить сокрытое во мраке, помните это местописание, и не обнаружить сердечные намерения, вот что главное. Мы видим поступок человека. Боже кроме поступка видит и сердечные намерения, что он хотел. И это очень важно. Потому что иногда бывает так, у нас есть очень хорошие намерения, серьезные, но мы неправильную жизнь притвораем. и желая помочь человеку, не будучи специалистом и способным на это, мы можем его поранить, желая доброго. То с точки зрения человека, это однозначно надо крест поставить на этом вопросе, и наказать. С точки зрения Божией, он видел, что ты хотел, и что у тебя получилось, он совсем по-другому будет судить. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? Вот почему Бог никогда и никому не дал право судить. И я не имею в виду, когда Бог через откровение открывает то, что он хочет, тогда это он делает. Это может пройти через человека, но это будет не человеческое. Поэтому это очень серьезный вопрос. И мы на этом очень много ущерба имеем. Мы здесь довольно часто согрешаем перед Господом, потому сегодня Господь и напоминает всем нам о том, что нам надо быть очень осторожными и аккуратными в этом вопросе. Потому что в конце концов однажды наступит день, Библия в этом говорит, когда Бог будет судить всю вселенную. Правда? Судили мы или не судили кого-то? оправдали или нет? Но для всех будет суд. И над теми кого надо судить, и над теми кто судил, и как судил, и за что судил, и надо ли было. Каждый пристанет на суд Христов. Об этом вы все знаете, правда? Вся жизнь пройдет, ничего не будет утаяно, все будет открыто. Как говорит Священное Писание, придется дать отчет за всякое, даже праздное слово. Уже не за злое, не за гнилое, не за спернасловие, а просто праздное. Можно было не говорить, что праздник, праздник, ничего не делает это слово, просто человек говорит, чтобы говорить. И придется дать отчет. Почему ты в то время уста отдал празднословию, не молился или не помог кому-то, кто нуждался. Ведь мы, когда что-то даже говорим, то мы отнимаем время. И мы задействованы сами. И наш разум, и наши мысли, и наше тело, оно должно было быть задействовано, наверное, где-то в другом направлении, по другой проблеме, более важному. А мы просто пустословием занимались. И Библия говорит, каждый без исключения будет давать отчет за каждое праздное слово. Дадут они ответ в день суда. Поэтому я просто сегодня об этом напоминаю. Я буду читать. У меня здесь стоит золото, серебро, драгоценные камни. я золотом, серебром займусь, а потом уже драгоценными камнями. Пусть будет по порядку. Во-первых, я хочу напомнить один из текстов Писания, который говорит о том, какое золото должно вкладываться в строение. Потом, наверное, обращу внимание, куда не должно вкладываться золото это. И что Библия понимает под золотом? Я просто буду читать текст Писания. Я не буду выдумывать ничего. А вы просто будете слушать книга притчей, 25 глава 11 стих. Она будет относиться к стройке. Строить из золота. Во-первых, золото, ну что означает? Во-первых, ценность, правда? И обладатель золота, по сути дела, это обладатель власти. И это признак власти. Кто больше всего имеет золото, скажите? Люди, которые стоят во главе власти. Правители, цари, президенты. В конце концов, все эти золотые запасы, они находятся под их руководством. Вы сказали, эти банки. Банки, да. Если президент дает указания за свои команды, то банки обязаны это золото отдавать. Власть. Я читаю один из текстов Писания. Книга Притча, 25 глава, 11 стих. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Кто из нас не хочет слышать слово, которое сказано прилично? Вот это прилично означает правильно, красиво, с любовью. у нас еще есть второе значение слова прилично. Это основательно, фундаментально. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Слово сказанное прилично. Мы еще не имеем два значения. Прилично это глубоко, веско, обоснованно, фундаментально, не мелко. я очень хотел бы, чтобы когда мы что-то говорим, это было сказано не просто красиво, не просто культурно, но чтобы оно было глубоко, чтобы оно было фундаментально. Все вы, наверное, любите приличные проповеди, да? Глубокие, обоснованные, которые открывают что-то, и не совсем приятно, когда я вышел, покричал, покричал минут 20-30 и никто не понял, что я хотел сказать. Бывает такое, да? Бывает. Пройдет всю Библию от корки до корки, а ты посиди и думай, что он хотел сказать этим. Это может быть недостатком мудрости. Может быть, потому что мудрость, она для чего дается? Чтобы вот то слово, которое есть, его взять, то, что надо, построить логически, да не исчезать, это надо мудрость. Вы знаете, что можно знать на память Библию и не сказать ни одной толковой проповеди. Вы согласны с этим? Любое место, скажите, написано, скажет, но проповедь не скажет. У него не хватает мудрости выстроить, связать одно с другим. Логично, чтобы оно вытекало одно с другим. Вот значит, что формула мудрости это смысл плюс разум. Или библейское ум плюс разум. Разум это способность накопить информацию. А ум или смысл так ее преподать, чтобы человек понял, что ты хотел сказать. Чтобы он понял эту истину. Вы знаете, не все умеют так, правда? Разные проповедники. Один скажет, ничего не поймешь. Другой скажет, оно вложится. Он взял то, что знал, выстоял по смыслу разумно и довел до людей истину. То вот Библия говорит, вот такое служение, это золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово сказанное прилично. Это стройка из золота. И вторая мысль золота, а в смысле под божественным взглядом это было золото. Это не то, что я это сделал золотом. Но Бог посмотрел, что я говорил, что я сказал, это золото было. А то не было перемешания, мешанина какая-то. Вы скажете, к чему здесь говорить? Вы знаете, что? Самое простое, я иногда наблюдаю зачем, невоссуждение пусть будет сказано, выходит за кафедру и толково прочитать не может. Вы когда-нибудь такое видели? Да? Не может толково прочитать. Слова перевернуты. Но уже иди думал читать за кафедру. Ну почитал бы дома хоть раз двадцать, да прочитал бы толково. Но сказать объясните то одна сторона. Не все это могут. У кого-то не хватает времени. Если выходишь прочитать, то прочитай уже прилично. Вы меня поняли, что я говорю? Ну тебя ж люди слушают. Ну у нас же разные люди бывают по образованию. Ну не можешь сказать. Ну хоть прочитай правильно. Библия об этом напоминает. Это стройка. И мы все строим. Но можем строить по-разному. А надо чтобы золото, серебра и драгоценных камней, но не из дерева, синой соломы. Еще раз читаю этот текст. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово сказанное прилично. Я уже не говорю, о неприличном, что мы понимаем в этом смысле неприлично. Я в этом даже говорить не хочу. Это и так должно быть понятно. Но я обратил меня только на одну сторону. Фундаментально, глубоко, так, как положено. Потому что другое место есть в священное написание. Не родим в работе своей брат расточителю. Это так. Если я сегодня занял ваше время и говорил лишь бы что, и вы никак не могли дождаться, покуда я саду, то вы знаете что, ну для себя да, но я оторвал у вас время. Я забрал чье-то время, кто-то что-нибудь толковое сказал, а я его забрал, пропыкал, промыкал, начал никак кончить не мог и так далее. Бывают такие проповедники, правда, начнет никак кончить не может. Иногда бывает и Бог остался, бывает так, что еще не сказал, а бывает так, что просто не может кончить и все. Я бы хотел сегодня напомнить это золото, вот то, что написано здесь, вот такая стройка должна быть, вот это должно быть всегда стоять на первом плане, потому что мы не просто, мы время отнимаем, разум занимаем людей, еще что-то занимаем, оказывается просто промучали людей, да и все. Поэтому я хотел бы, чтобы вот это золото, оно было в наших устах и в сердце, и прежде всего в сердце. Если я ухожу сегодня говорить, как бы там ни было, я читаю Слово Божие, и Господь хочет, чтобы оно было Словом Божиим, чтобы я не просто его скомкал, щемял, превратил в нечто непонятное, что часто бывает, это служение Богу. И здесь неаккуратность не должна иметь никакой части, даже самой маленькой. Следующий пункт, на что я обращаю внимание. Книга Притчей, 25 глава, 12 стих. золотая мудрый обличитель для внимательного уха. Не всегда напрямую можно сказать. Не всегда люди примут напрямую, хотя вообще-то цель Господа говорить напрямую и прямо. Вы помните местописание? И справьте путь Господу, и прямыми сделайте счежи Ему. Всяки долда наполнится, всяка гора и холода понижится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божия. Мы теряем очень много времени, что не можем людям говорить напрямую. По той простой причине, что очень хорошо понимаем, что не все поймут, когда ему прямо скажешь о том, что ты хочешь сказать. И поэтому Бог употребляет в таких случаях. И тех людей, которые могут мудро обличить, не говоря напрямую. но у Бога желание говорить с нами напрямую. Это ненормально. Нам надо что-то сказать. Надо обойти вокруг нас раз двадцать. Подобрать ключик. А обдумать, как это сделать. Это ненормально. С чьей стороны ненормально? Со стороны того человека, с которым надо так делать. Если я это понимаю и сам так делаю, я поступаю нормально. Но ненормально с тем человеком, с которым нельзя говорить напрямую. С ним ненормально. И вы хорошо меня понимаете, о чем я веду речь? Так? Это мы видим в жизни. И Бог в силу нашей немощи, не желая нас огорчить, понимая, что мы можем чуть-чуть живем, если сказать право, то добьет нас. Он употребляет вот такой путь. мудрый обличитель для внимательного уха. Намеком. Когда человек думает, это мне или не мне? Если сказать право вот так вот пальцем, вот ты такой, то сейчас вспыхнет все. Как он понял, услышал, думает, перебирает, успокаивает сам себя, внутри себя, и в конце концов принимает. потому написано, что Христос имел такую манеру, притчами говорил, помните? Было время, когда гробы окрашены, было такое, но это было для тех людей, которые всякую совесть потеряли, которые к спасению никакого отношения не имели. Если у человека было хоть что-то живое, он хотел иметь спасение, то Христос написано, трости надломанной не переломил, или накураж все не угасил. Так, правда? Так. Это его манера действия. Это его мудрость. Это его любовь. Поэтому вот то, что я напомнил. Золотая щерга и украшение из чистого золота. Мудрый обличитель для внимательного уха. Хотя я не хочу сказать, что те проповедники, которые иногда говорят напрямую что их нельзя назвать золотыми. Есть люди, для которых так и надо говорить. Но я взял одну сторону, что именно мудрый обличитель для внимательного уха. Он как-то более подходит. Хотя для некоторых людей ничего не подходит. Я когда-то напомню одно откровение, которое Бог дал, но конечно бывает с теми людьми, которые страх Божий потеряли. Когда однажды Господь говорил так, я не знаю, как говорить к моему народу. Когда я говорю намеками, то они говорят, это не ко мне. Когда говорю прямо, ожесточаются и не принимают ни так, ни так. Был поставлен вопрос, как мне говорить к моему народу. Но я думаю, что таких людей не так много и набирается. Хотя они есть. Сказать прямо, ожесточаются намеками. Не принимают это не мне, это другому. Хотя люди чувствуют. Я когда-то помню один такой случай, я его напомню. Я ту церковь помню, знаю, где это было, кому это было. Когда из-за кафедры Бог просто прорвал слово и было слово в зал. Я знал кому, но Бог не называл по имени. После собрания подходит ко мне тот человек и спрашивает, кому это было? Я спрашиваю, а чего ты ко мне пришел? Почему никто не пошел, а ты пошел? Ну все таки понял. знал. Но тем не менее, наверное, была надежда, но не совсем было приятно. Была надежда, что не ему. Поэтому когда мы говорим, что не знаем, кому было, наверное, и неплохо, что мы не все знаем. Или что мы всего не знаем. Наверное, лучше надо так выразиться. Как люди, не все нам надо знать. Но те люди, к которым обращаются слова, они знают. Правда бывают и другие, с похожими проблемами. Они тоже могут принять к себе. Ну, а в конце концов, если я не прощество, я просто говорю. Я говорю всем. И кого тут не касается, не касается, а если касается, ну что говорят, навару шапка горит, да? никому конкретно не говорю, всем. И дай Бог, то, что я говорю, никому не надо было. У нас этого нет давно, и проблем нет, что нам туда говорит? Может, кому-то одному? И то уже хорошо. Вы помните, я напоминал на самом принцип работы Божьей. Когда из ста овечек одна заблудится. Вы помните, что делает пастор? Оставляет девяносто девять, и кого идет искать? Одну заблудившую, а девяносто девять, ждут, покуда он придет, за что он не принесет? А он оставляет девяносто девять, и идет искать одну. И я допускаю, и не просто допускаю, и я это увидел в практике, когда с целого собрания Бог говорил только одному. Но то ему надо было. И это нормально. И это нормально. потому что такой принцип работы Божией идет искать заблудившуюся, поддерживает того, кто слабенький. Вы помните одно из таких откровений? Не помню, кто его рассказывал. когда кто-то видел такое видение, и после этого видения был поставлен вопрос. И в чем у нас состоял это видение? Было несколько человек. И к одному Христос подошел, погладил по голове, очень долго говорил с ним, потом подошел к другому, с ним у него проблем меньше было, глянул на него и пошел просто. Ну, а третий вообще просто мимо ходом глянул и пошел дальше. И стоял вопрос, в чем разница, почему Христос так поступил? Кого он больше любил? Или почему он так сделал? И оказалось, человек не мог правильно ответить. Он думал, что с кем Бог много говорил, это был человек достойный, сильный, общение. То, с которым меньше только по голове погладил, это немножко слабее. Оказалось, наоборот. тот, с которым я говорил, слабенький. Ему надо было поддержку. Я с ним долго говорил. Вот тот, который погладил по голове и пошел дальше. Это человек, который более крепкий, нужна была поддержка, смущение. А тот, он стоял на должном уровне, просто глянул, нормально, пошел дальше. Так что мы иногда в своих рассуждениях не совсем правильно можем сориентироваться. Почему? Почему вот так или иначе? и ошибаемся. И, наверное, кто слышал этот пример, то, наверное, ответил бы мне правильно. А тот, кто не слышал, первый раз, чего не услышал, наверное, тоже так подумал. С кем больше, более достойный, а с кем меньше, тот более такой халатный относится. Оказывается, не совсем так. иногда просто можем ошибаться в оценках каких-то или своих действий, или действий Господних в отношении кого-то. Потому я, значит, читаю дальше. Песни Песней Соломона, 5 глава, 10-11 стихи. А я веду речь пока что о золоте, хотя много говорить не буду на эту тему. Возлюбленный мой, бел и румян, лучше десятки тысяч других. Голова его чистое золото, кудры его волнистые, черные, как ворон. Ну, здесь говорить можно и коротко, и долго. Я этот пример очень часто проводил, когда сочетывал. Голова чистое золото. Знаете, само золото, оно имеет власть. Когда люди видят человека, который обладает золотом, то если даже он сам не то, что надо, то все равно взгляд на золото, на то, что у него оно есть, оно делает такого человека в глазах людей, имеющим власть. Это богатый человек. То когда Бог здесь ведет речь о нас, то он имеет в виду, что наша власть, как золотой головы, она должна основываться на любви. Кудры его, волнистые, черные, как ворон. Он делает результат жизни головы, полноценной жизни головы. Вообще кудры или волосы в священном писании, если вы будете исследовать писание, они на характер указывают. Вы помните, когда священник должен был анализ ставить, человек прокаженный или просто больной. Вы помните, какой был ориентир? Волос. есть и волос, который находится на теле или расчет в том месте, где-то язва пошла и изменяет свой цвет, это есть проказа. Потому что если расчет волос, цвет не меняет, но какая-то рана или парша пошла, то это не проказа. Проказа символ греха. А волос это символ действие этой проказы или тест на проверку. А что написание говорит? Если волосы черные, то уже есть обстоятельства. Если мы находимся на должном уровне, они не должны меняться. А вот у жениха волосы черные, как ворон. Что такое щадые волосы? Это стареюще, это старая натура, это старая природа. и то, что мы сегодня умираем, говорят, наши волосы, правда? Говорят, из этих медали, тяжелее, кузнечик, и так далее, и так далее. Время старости, время молодости проходит. То в духовном смысле слова наши волосы не должны меняться. Почему? Потому что Библия говорит, если наш внешний человек тлеет, то внутренне что делает? Со дня на день обновляется. Поэтому никакой перемены цвета волос не должно быть. Там, где золотая голова, там никогда не должен меняться характер. Есть и житейская обстановка, или домашние условия, заставляют взрываться и менять характер, это уже не золотая голова. там до золота очень далеко. Еще раз читаю, я немножко затрону и золотую голову, и эти волосы, которые черные. Возлюбленный мой бел и румян, а лучше 10 тысяч других. Голова его чистое золото, кудры его волнистые, черные как ворон. Все, не меняются никогда. Волнистые, наша жизнь тоже идет волнами. Она то поднимается на гребень, то опускается. И очень часто, в зависимости от того, мы на гребне находимся или в нижине, меняется и характер наш. А у него они волнистые и черные как золотая голова. Вот это божественная власть. Это власть любви. Я не раз повторяю, что заставить любить нельзя, правда? можно заставить себя уважать. А любить нельзя заставить. Но любовь можно вызвать любовью. Вы никогда насилием не вызовете любви в отношении себя. Вы заставите замолчать, вас будут уважать, вас будут бояться, но не любить. Это не одно и то же. И вы, наверное, это хорошо понимаете сами. И от того, что не золотом пользуются люди, не этой божественной властью и любовью, у них раздоры происходят. Я не раз говорил, самый простой вопрос, ревность. Но почему она появляется, это тысячи причин. Ну и как люди свою ревность проявляют? Скандалами, правда? Для чего это делается? Чтобы какую-то сторону, которая стала уклоняться, привлечь к себе. Это скандалы. Ну что еще бывает? Ну вы сами наверное лучше знаете, что делаете, когда ревность приходит. Это плач, это истерика, это угрозы, подам на развод, правда? Ну от этого вы не становитесь ближе. На оборот, отрываетесь дальше, потому что гнев вызывает гнев. Особенно если ревность это неправильное, у меня оснований нету для этой ревности. Вторая сторона не может понять этого, и начинается обратное тому, что вы хотели. Но если у кого-то есть золотая голова, этот человек к тому, кто уклоняться начал, проявляет больше любви, чем раньше, и этим возвращает назад. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Если люди начинают пренебрагать друг, значит, им чего-то не хватает. Вы согласны с этим? Или отношения доброго? Ну чего еще? Я не знаю, чего может не хватать. Но есть же причина, что люди разрыв увеличивают. И вместо того, чтобы понять, устранить причину, почему это гневаться, скандалить, потому что это не золото. Это не тот метод, который можно исправить. Это не то направление, где можно добиться успеха. Поэтому вот эта золотая голова, и она касается всего, прочего всего семьи. Потому что все наши семьи, они уходят в церковь. Правда? Это маленькие ячейки церкви. И ту духовную атмосферу, которая есть в ваших семьях, хотели бы или не хотели, вы приносите сюда. Вы не можете ее не принести сюда. Может быть, перед людьми вы не будете выяснять отношения свои, но внутренний мир, внутреннее содержание, характер вы не можете оставить дома. Проявление характера можно оставить дома, на сам характер никогда. Куда бы ни забросили человек, хоть на луну, характер его с ним будет заброшен. Так? Место не меняет характера. Характер меняет Бог. А вот наш характер духовную атмосферу может поменять место определенного. Поэтому мне очень хотелось чтобы мы поняли в стройке дело Божие золото или золотая голова или власть божественная она имеет самое большое значение и ценность. И другими способами жесткостью диктатом чем более насилием никогда не построишь сильное общество. А если это касается церкви чем более это все будет зыбко это все будет очень шатко и придет день когда все может взорваться потому что было построено не на том материале на котором должно было стоять. Писали Соломон еще один текст. Голени его мраморные столбы это в женихе написано. поставленные на золотых подножиях вид его подобен Ливану величествен как кедры. Что такое золотое подножие это фундамент это основание на котором можно твердо стоять. Что такое золотое подножие прежде всего это Слово Божие за которым стоит божественная власть. Еще я вам скажу вот то что я хочу сказать вы наверное удивитесь что в отношении нас не за каждым Словом Божиим может стоять божественная власть. Хорошо расслышали что я сказал? В отношении нас когда мы выбираем для себя Слово Божие или основание которым базируемся не всегда стоит божественная власть. если я сегодня ну сам себя сделал пастором я я никому не говорю а Библия говорит Бог поставляет то я стою на основании что я пастор но власти божественной нету вы меня хорошо поняли о чем я говорю сегодня много пророков есть ну как много наверное их вообще немного от общего числа но если взять пророков самих то немало есть таких за их словом которые звучат имени Бога нет никакой божественной власти еще раз читаю то что я прочитал Голин его мраморные столбы уже само слово мрамор это ценный материал но он поставлен на золотых подножиях слово Божие и за этим власть Божия приведу один пример я его проводил когда-то чтобы вы поняли о чем я сегодня не веду речь некие с чем сыновей иудейского пересвященника скевы употребляли имя Иисуса при заклинании злых духов помните вы наверное все согласны что имя Господа Иисуса Христа это самое сильное и могущественное имя нет другого имени подниму чтобы спастись нет высшего имени которое могло бы стать во главе этих многочисленных жителей вселенных которых самых разнообразных это самое великое имя они 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 имя использовали они взяли его но скажите за этим именем стояла божественная власть нет Иисуса знаю Павел известен а вы кто Иисуса знаю Павел известен а вы кто и он взял над ними такую силу что они нагие и избитые выбежали из этого дома когда я чего не говорю об этом стройке и золото я как раз имею ввиду слово Божие в котором власть Божия проявляется в котором проявляется сила Божия потому что оно по делу выбрано оно принадлежит мне или кому-то или другому или третьему оно не просто общее слово и без всякой подпорки внизу это сегодня очень важно в любом отношении я могу говорить проповеди но если я сегодня говорю не то что Господь хотел бы говорить то за этим словом нет той власти вы меня понимаете хорошо о чем я веду речь стройка и должно быть не дерево щену и солома а золото черебро драгоценные камни с одной стороны это все просто для нас иногда не просто это бывает но вы знаете если мы будем знать что есть что то легче будет ориентироваться а как чего не ориентироваться если не зная что есть дерево щену солома что серебро мы привыкли говорить так а что всякое слово Божие есть слово Божие правильно это тоже так всякое слово Божие есть слово Божие но если я буду проповедовать там где люди во грехе где неправильное направление и буду кричать что слава Богу вы спащены никого не слушайте а мне надо говорить покатись потому что погибнете то скажите без разницы что говорить или не без разницы конечно не без разницы конечно не без разницы сколько сегодня допустим я наблюдаю когда нет власти Божией этим словом стопы стоят не на золотых подножия и люди делают много вреда я приведу один из примеров и наверное я уже скоро буду кончать но хотел бы напомнить что таки это не просто дером мщинным солом может казаться но и вред приносит и кто-то однажды из братьев сестра несвободная она уже сейчас не ходит в собрание отпала да узнала несвободный человек доносит Бог крестил духом называет ее я не называю ее по имени я думаю как он ее мог крестить духом когда он несвободный человек когда во имя Иисус приказал отвечай кто ты он отвечает я такой такой ты дух когда мы стали с ней беседовать он сам ответил что дух зла это была имитация крещения сколько было звонков чем ты там занимаешься человек Бог святым святым духом крестил я одному брату сказал слушай давай будем заниматься каждым своим делом я своим а ты своим я уже как-нибудь разберу что я делаю значит сел на телефон давай чесать по телефону 10 минут он мне выговаривает больше давай будем заниматься каждым своим делом что оказалось да он спросил когда уже обнаружил это просто имитация была никто ей не крестил демон заговорил на ином наречии он жил в ней она говорит мне называть фамилию брата имя его я знаю этого брата а мне через него было сказано слово что дочь моя я тебя простил очищил своей кровью молись крещение духом я и молилась вот в этом пророческом слове не было никакого золотого фундамента в нем не было никакого основания это была более того это была ложь это была ложь а я бы сказал это другой фундамент был я не назову этого брата одержим это вообще неплохой брат если так посмотреть но я правда его не встречал но я бы ему сказал с его пророчествами это явно то что людей в заблуждение заводит а вы понимаете что это не так просто не так то легко все вот почему Библия говорит что такое голень его мраворной столбы поставлен на золотом подножии вид его подобен Ливану величествен как кедры а там вообще без основания это лживое основание это то что человека в заблуждение уводит ну дернул бы он от себя вот однажды еще когда заметили что от себя дерзнуло это не с нашей церкви так что можете быть все свободны никому пальцем в глаз я не пору вот этим это очень далеко от нас живет да просто заметили что дерзнуло говорит слушай сейчас там ты что от себя сказала она говорит ну от себя так мне стало жалко приехал человек такое расстояние и за прочеством я же ничего плохого не сказала я сказала что дочь моя бодрствую я тебя люблю если будешь идти за мной все лет то я тебе благословер ничего плохого не сказала ну правильно ты ничего плохого не сказала но бог не говорил вот в чем дело все то здесь я назвал бы не золотых подложек назвал бы каким-то лукавым фундаментом а там где ложь это уже лукавство это то что гораздо хуже чем просто сказала в цель но бог не говорил поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание потому что все мы сегодня люди все мы чем-то занимаемся и все мы строим может быть даже мы не считаем что мы строим и будем думать что мы ничего не строим если даже мы ничего не строим то мы все равно строим прожил день или назад отступил или вперед прошел но оно не может быть просто так и потому что и Господу небезразлично и нам небезразлично как мы строим а все-таки хочется строить из того что никогда не сгорит золото и золото стоит на первом плане золото стоит как первый негоручий материал это самое ценное и оказывается любой из нас имеет право иметь золото и строить из него мы можем говорить что мы ни на что не способны мы не имеем мы 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 и так далее и так далее и так далее но на самом деле если я тут читаю то я читаю для себя первую шесть а потом для всех остальных потому что Бог всем нам дал доступ к этой благодати а вот пользуемся ли мы этим идем ли и берем это уже наш вопрос но если Бог нас спас если Он оправдал нас то Он дал нам право приходить к Нему и по нашей нужде в силу нашего возраста в соответствии со статусом нашим который мы занимаем дома или в церкви брать это золото и пользоваться им написано Бог это не меры и дает помните не меры и дает Бог Духа дары распределяют каждый как Ему угодно мы не можем безмерно брать их потому что Бог дает только те которым мы пользоваться будем и которые не погубят нас а вот для того чтобы эти дары действовать что он дает один дар два или три или или десять Он дает безмерно Духа чтобы эти дары действовали в нас поэтому я наверное уже говорить не буду больше без пятнадцати брат то ли сейчас короткое слово к молитве но пусть Господь нам поможет у меня остался еще один пункт здесь я его следующий раз доведу до конца до сознания своего и вашего еще раз и пусть нам Господь поможет строить но не из дерева щены и солома а золото серебра и драгоценных камней да благословит нас Господь аминь